В преддверии нового учебного года на площадке технопарка «Кванториум» в Твере впервые прошел форум родительской общественности. Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы представителям органов власти. О том, что беспокоит родителей, выяснила наша съемочная группа. Тема образования затрагивает практически каждую семью в Тверской области. Поэтому число вопросов и направлений в этой сфере максимально широкое. Всего участниками форума стали представители родительских комитетов из 42 муниципальных образований региона. Так многих родителей интересовал вопрос, как будет проходить учебный процесс в этом году. Доступность дополнительного образования, обеспечение безопасности школ. Много вопросов, конечно, к тому, что у нас ждет в образовании в этом году. Мой ребенок перешел в шестой класс, поэтому для меня эта тема очень актуальна. Интересно, как мы будем работать в условиях распространения пандемии. Что у нас будет в школах района и области. Интересно, какая перспектива развития образования в нашем регионе. Меня, как родителя, прежде всего интересует безопасность дорожного движения. У нас находится школа, у нас очень хорошая большая школа. Она находится как раз возле проезжей части. И мне бы хотелось знать, как наши дети будут обезопасены. О развитии образования в Тверской области присутствующим рассказал губернатор Тверской области, который принял участие в мероприятии. Это модернизация инфраструктуры, создание условий для качественного обучения во всех школах. У нас в 20-м году строительная программа «Контакс» на УК «Премонта школ». Это будет 49 учебных заведений на территории нашего региона, в которых только по программе президента будут проходить ремонт. Плюс еще у нас есть дополнительные программы, которые инициированы и президентом, и партии «Единая Россия». Я думаю, что общая сложность – это будет порядка 65 школ на территории Тверской области в следующем году, в рамках подготовки к 1 сентября. Также Игорь Руденя рассказал о планах создания 300 центров образования «Точка роста», развития в регионе детского технопарка «Кванториум» и открытие пяти центров цифрового образования детей «АйТи Куб». На областном родительском собрании обсуждалась и тема развития в школах волонтерского движения. Здесь разработаны такие методики проведения с ребятами разных возрастов, игровых уроков, посвященных добровольчеству и удовлетворительности. То есть вот мы с ребятами узнаем, обсуждаем, что такое помогать. Зачем мы это делаем? Хорошо это или плохо? На мероприятии присутствовал советник президента РФ Владимир Васильев, который напомнил о задачах, поставленных президентом России. Не искусственно увеличивать показатели, а добиваться реального улучшения жизни граждан. Президент, он периодически выступая и обучаясь к обществу, подбирает, как мне кажется, очень доступно главные смыслы времени. И тогда им было сказано, что сейчас задача, подводясь в итоге, работа за, состоит в том, чтобы увеличить процент, улучшить какие-то показатели внутри верности, государственные, даже статистические. А добиться, я думаю, все обратили на это внимание, добиться главного, чтобы каждый житель стран почувствовал улучшение и улучшение. Кстати, по инициативе губернатора, работникам образования будет предоставлена единовременная региональная выплата в преддверии нового учебного года. По 10 тысяч рублей педагогам школ, детских садов, колледжей, спортшкол, учреждений дополнительного образования. По 5 тысяч рублей другим сотрудникам этих образовательных организаций.